замок сестерон нифига о нем не знаю поэтому будем сейчас походу уже смотреть разбираться что-нибудь читать но должно быть прикольно стоит высоко на горе туда должен быть шикарный вид я все увидим и 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 фильм это хорошо но он же на французском блин и и и и и и и Интересно, но ничего не понятно Короче, замок сам по себе огромный Я более чем уверен, я еще никуда не дошел Но более чем уверен, что стоит потраченных денег на вход Вот это был главный въезд раньше Вот тут был ров с водой Тут подъемный мостик И вон там ворота То есть мы сейчас стоим на стенах Вот тут был главный вход Ворота, понятно, уже свежие Не оригинальные Вот это вот все был заезд в замок Вот туда вот мы сейчас, конечно же, поднимемся Посмотрим на все это сверху Пока что гуляем по стенам Смотрим, что у нас внизу Тут находится сам город Город, кстати, тоже очень прикольный Мы только что ехали на машине Все очень старое Везде остатки каких-то сооружений Оборонительных в основном Везде Ну, то есть Там старый костел И везде какие-то Остатки очень старых построек Тут окошки Он просто огромный Не знаю, сколько у нас идет времени На то, чтобы все это обойти Сможем ли мы ничего не пропустить Это, наверное, самый большой архитектурный памятник Который мы посещали на данный момент во Франции Даже аббатства всякие разные Они не были настолько масштабны Насколько вот это вот все в данный момент Сможем ли мы с вами Субтитры делал DimaTorzok 19 век Субтитры делал DimaTorzok Такая вот система подъема ворот Противовесы Сами ворота Если верить картинке То закрыть это все И открыть мог один человек Ну, наверное, так оно и есть И везде подсветка Наверное, ночью это Достаточно привлекательно Все освещается Везде фонари, прожекторы Есть вот такие вот штуки Которые что-то рассказывают На вот этих языках Очень интересно Хотелось бы знать Что за что Поступить Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И вот туда вот наверх мы еще не поднялись Туда вот везде мы сейчас еще дойдем Написано, что это тюрьма Жанна Казимиров-Польского В 1639 году Если я правильно понимаю, то тюрьма была именно вот тут Здесь тут сидел Чувак в заточении Тут очень высоко Не знаю, с чем это использовалось Вот такой вот у него был вид из окошка Но если я правильно понимаю Это не просто дырка Практически самая высокая точка Пошли Пойдем Осталось чуть-чуть до самого верха Тут еще одна тюрьма С еще одной дыркой Все очень красиво Там что-то происходит наверху Вот это самая верхняя точка Вот там Альпы Отсюда недалеко В той стороне В вершины За 3000 метров 3400-3800 Наверное, это одно из лучших мест Которые мы посещали Наверху вот такой колокол К сожалению, боек с него снят Заникнуть в него нельзя И он намертво зафиксирован И качается Появилась мысль по поводу колокола Если будете сюда идти Если взять с собой кувалочку Килограмма на два Можно здорово дзаникнуть И разбудить весь город Главное только, чтобы тебя Потом внизу не встретили Есть вот такой бинокль Поглядеть в него Стоит евро Или 2 по 50 центов Принимает Смотреть можно Куда-то туда можно смотреть А, он крутится в любую сторону Можно смотреть Сейчас посмотрим Вот внизу все, что мы преодолели Чтобы подняться сюда Весь вот этот вот лабиринт Небольшой музей Посвященный Сестеросу Или Сестерону Там правильно Сестерон Картинки Пейзажи Также по совместительству Это все Сувенирная лавка Есть всякие книги Книги по истории данного места Открыточки Картины В общем, чего тут только нету В программке первое упоминание От его замка 1209 год Эта цитадель защищала Прованс от каких-то там Набегов Бла-бла-бла Ну и как бы дальше У нее очень длинная история Участвовала во всех замесах Всевозможных Которые могли быть Он, конечно, огромный Если вы собираетесь сюда идти То только на посещение цитадели Я думаю, у вас уйдет Ну, порядка двух часов Не меньше точно Если вы захотите рассматривать Все более подробно То это может И до трех часов растянуться Вполне легко Мы уже спускаемся вниз С другой стороны Как бы мы еще не уходим Но уже сейчас Я Ловлю себя на мысли Что Это то место Уйдя из которого Мне не будет Жалко потраченных 6,80 на взрослого человека То есть это место Которое реально стоит Тех денег Которое ты отдаешь За его посещение Потому что Было много мест Которые стоили Денег Которых мы отдавали И по итогу Ты когда выходишь Остается такой Неприятный привкус Сознание того Что в принципе Наверное Оно того не стоило Было интересно Это было прикольно Но денег Потраченных на него Оно не стоило Так вот Это Вообще не то место Это место Которое целиком Полностью стоит Потраченных на него денег В принципе Ну Я наверно Наслый Рекомендую Что Сюда Сюда Заехал Посетил его Оно того стоит Здесь много Уровней стен Вокруг Всего Вот этого Вот дела Очень много Бойниц Очень много Буквально Одна на одной Вот такие Из них Виды Просматривается Все очень далеко Везде На всех углах Стоят Вот такие Сторожки С видом Во все стороны Вон там Вверху На башне Голова дракона Которую Я только что Увидел Нифига себе Нифига себе Походу Наверно Спуск Самый Нифига Нам туда Не надо Я думаю Что если Припарковаться Там То по Вот этому Спуску Можно Подняться Сюда Теоретически Теоретически там стены ну в общем короче такое не знаю если проходили какие-то бы я не уверен взяли эту цитадель когда-то или нет потому что она ну прямо очень сильно укреплено очень много уровней защиты несколько уровней стен а он там планер летит а уже не видно а ретро автомобиля даже система тормозов есть вот ручка винтовая тормозная колодка на колесо это вообще прям очень странная история я никогда не думал что на дилежансах есть система тормозов я думал что лошадь разгоняется и лошадь как бы тормозит но нифига есть тормоза никогда об этом вообще не задумался на всех есть тормоза тут вот тормозная колодка и тут тормоза а возможно это возможно не тормоза возможно это стояночный тормоз что-то типа ручника наверно так правильнее в общем что вам сказать цитадель реально стоит потраченного на нее времени стоит того чтобы до нее ехать стоит того чтобы за ее посещение отдавать деньги что если у вас есть возможность то пожалуйста ссылку я оставлю в описании какую-то информацию тоже напишу можете посмотреть цены были в начале видео все остальное вы видели сами она того стоит денег совсем не жалко это как бы ну не совсем дешево но она в любом случае стоит потраченного времени и средства на все это